Практически заехал в подъем, куда реально даже злые внедорожники забираются с огромным прудом. Дамы и господа, всем привет! С вами Алекс, канал не тормози light. Сегодня мы снимаем тест-драйв Renault Arcana. В лайв-формате, как вы любите. Все покажем как есть, погоняем по бездорожью. Пошла кувырок. Не-не-не, все уже вообще страшно. Выходим на обгон газ-пол. Если вы едете в сыпучие грунты, обязательно спускайте колеса. Это нужно для улучшения проходимости и снижения нагрузки на трансмиссию автомобиля. Так, ну что, чуть-чуть про машину. Это Renault Arcana, как я уже сказал. Дорожный просвет у нее 205 миллиметров, то есть 20,5 сантиметров. Хороший показатель для кроссовера. Заглянем, что у него под капотом. Итак, есть ли упоры, интересно. Так, господа, нужно экспертное мнение. Итак, у нас сегодня есть независимые эксперты. Смотри, пластмасски что-то нет, да? Пластмасски нету, да. Нет пластмасски. Мотор 1.3 турбо, 150 лошадиных сил. Слушай, но ГРМа сбоку нету пластикового кожуха, нету, знаешь, цепной. Знатоки недочетов не выявили. Есть еще 1.6 двигатель. Данный агрегат объемом 1.3 турбированный. Мощностью 150 лошадиных сил. Едет машина очень хорошо, уверена во всех диапазонах оборотов. Есть также 1.6 мотор. Он мощностью 114, по-моему, лошадиных сил. Я думаю, чуть помедленнее он едет, но для города он также подойдет. Машина бывает как на переднем, так и на полном приводе. В нашем распоряжении максимальная комплектация стоимостью 1.500.000 рублей. Минимальная комплектация на полном приводе с мотором 1.6, я думаю, самая такая народная версия, стоит около 1.200.000. Стартует с передним приводом от 1.100.000. То есть цена для нашего времени мегагуманная, я считаю. То есть машина имеет очень хорошие шансы завоевать российский рынок. Сейчас будем проверять, каково Аркани на бездорожье. Большие свесы, сравним ее с нашими кроссоверами, которые вызвались принять участие. В машине есть режим переднего привода, авто, лок. Соответственно, имитация блокировок, все дела. Сейчас в разных режимах будем пробовать заезжать. Начнем с переднего привода, посмотрим, насколько эффективно машина гребет на передке. Полигон, рыхлый песок. Несмотря на то, что снег, песок рыхлый. Передний привод совершенно не подходит для данного покрытия. Садится машина уже бампером. Сейчас попробуем в авторежиме. Так, ну, мощности вроде как хватает с запасом. Чуть не очень понял, почему она там не ехала. В общем, вывесилась машина вот сейчас по диагонали. Что-то рыхлый какой-то песок. Какие-то негодяи тут все изрыли. Даже не знаю, кто бы это мог быть. Итак, сейчас самое интересное, что с выключенной антипробуксовочной системой не срабатывает имитация блокировок. Это не есть. Хорошо, вот на Duster срабатывало. Сейчас выключим, включим антипробуксовку, посмотрим, сможет ли она выкарабкаться. Включаем заднюю. Вот сейчас будет видно, есть ли имитация блокировок на машине. Она уже накатом выезжает. Так, попробуем вперед. Крутятся колеса? То крутилось. В воздухе. Блин, в чем подвох? Почему она-то не едет? Видите, неохотно согласился даже синий Duster составлять конкуренцию Аркане. Сейчас посмотрим, что получится. Да, прямо. Еще маленько проедь его, то из низинки вверх. Рвани. Итак, самый проходимый Duster нашей страны. Сейчас посмотрим, заберется ли. Задняя блокировка, 2 литра, механика. Заехал, но так и должно быть. Давай, вот, Патриот. В целом, по посадке все хорошо, удобно. Прет машина хорошо. По эргономике все супер. Есть огромный вот такой вот отсек, куда мы сложили просто миллиард ключей. Туда влезет телефон, шапка, все что угодно. Есть там прикуриватель, куча USB-шников. К этому вопросов нет. Вот это супер круто, потому что во многих машинах почему-то стали в наше время про это забывать. Офигительно устроена вот эта вот панель управления климатической системой. То есть очень такие приятные крутилочки. Подсветка, ничего не напрягает, не раздражает. Вот этот узел выглядит очень современно и очень классно. Такой клавишный дизайн. То есть переключать можно камеры, там обогрева сидений. Вот это очень удобно. То есть выглядит хорошо, переключается, все очень удобно. Все функционирует, климат дергать не надо. Выставили, едете. С этим никаких вопросов. В целом посадка удобная. Очень легкий руль. Как будто играете в компьютерную игру. То есть связь с колесами какая-то прям мощная, не ощущается. Но при наборе скорости руль становится заметно жестче. Ну по именно интерьеру внутри автомобиля каких-то серьезных замечаний у меня нет. Высоты до головы мне хватает. Зеркальца тут везде есть. Вот это судя по всему для микрофона, чтобы говорить. Материалы все приятные. Руль кожаный, компактненький, все супер. Итак, подъем, в который Патриот не забирается. Во всяком случае легко не забирается. Сейчас включу антипробуксовочную систему, чтобы работала имитация блокировок. Так как в диагонали, хода, подвески все-таки здесь такие городские. Вот Санта-Фе, кстати, по нашим следам уже не забирается. В данной ситуации очень круто накопал Патриот. Не хватает высоты машине, то есть по глубине клеи мы не проходим. Но хочу заметить, что первые две диагонали, я уверен, с отрывом колес они происходят. Потом приземление на защиту двигателя. Упирается машина бампером. Просто, судя по форме, вся машина лежит дном на песке. Висят колеса, она оттуда выезжает обратно. То есть я не набираю какой-то безумный разгон. Машина не моя, мне отдать нужно целиком. Была бы машина совсем казенная, можно было бы разогнаться и на все деньги туда влететь. Но не факт, что был бы целый бампер. Хотя, кстати, у Рено бампера довольно крепкие, во всяком случае, на Дастрах. Этот подъем оставляем. Я бы поставил бы твердую четверку. Была бы пятерка, если были бы чуть больше хода подвески и чуть выше дорожный просвет. Хотя бы 22-24, было бы плюс 2-3 сантиметра, она бы, возможно, зашла бы. Ну и чуть-чуть ходов подвески, конечно, не хватает. Но машина, в первую очередь, городская. Не забывайте это. То есть это не какой-то злой внедорожник, который говорит, я всех победю. Это обычно городская машина, которая говорит, я довезу вас до работы, до учебы, заедем в супермаркет, в меня все поместится. Кстати, пойдем посмотрим багажник. Так, электроприводов здесь нет. Крышка открывается. Не сказать, что как-то высоко. Здесь спрятана камера. Кузов, ну, я бы назвал бы его таким своеобразным лифтбэком. Может быть, хэтчбэк это. Кто как считает. Кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, как называется вот именно такая форма кузова. Что-то есть седановское такое в ней. Багажник большой, без каких-то дополнительных органайзеров. То есть ничего здесь такого супер выдающегося нет. Есть такая полочка, которая снимается. Снизу запаска. То есть любые чемоданы сюда поместятся. Так, антипробуксовочная система сейчас включена. Ура! Ура! Короче, отключаем антипробуксовочную систему. Пробуем заходить ходом. Так, дастер будет мстить за Рено. Как они опасно это делают. Я замер на секунду даже. Но вот что сказать. Здесь вот у Дастера больше колеса. Лифт, подвески. Хватает высоты, проскальзывает. Так, Сандафе, кстати, заехала вот в место, где мы первый раз катались. И все. Пока машина стоит на приборке, можно изучить нижнюю ее часть. А точнее, вот эту вот кубу, которая, как правило, в машине носит роль самой многострадальческой. Здесь она съемная, как я вижу. То есть это отдельный элемент от бампера. Дальше у нас идет защита. Кстати, высота, ну вот это вот практически напрямую идет. Это плюс. Так, посмотрим, что у нее по порогам. Пороги закрываются дверьми. Это плюс, что они будут всегда чистые. Если вы едете в какую-то деловую поездку, пороги у машины вас не испачкают. Здесь есть уплотнительная резинка. Вот это мега бонус, я бы сказал. Очень удобно, потому что на кроссоверах, особенно которых вы можете ехать на дачу или с дачи ехать на какую-то деловую встречу, могут быть грязные пороги. И это может омрачить любое ваше дело. Чего там такое? А что, не едет? Не хочет ехать. Я тут патриот хитрее моего. Все-таки конкуренту. Один на переднем приводе, другой застрял, третий счет не может заехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА